друзья привет помните это видео на моем канале отлично стоп более массивный инструмент вот такой полу кувалда полу топор поехали итак смотрим обратите внимание то что все удары сдемпфировались отлично и то есть поверхность abs пластика не повредилась посмотрите нету никаких вмятин приметали это бы уже давно все погнулось и пришлось бы отправляться в гости к рихтовщику я купил эту дверь давай со всей дури херать видан ты что сделал так в инструкции так был написан я приветствую вас еще раз пару лет назад на покатушках я вытаскивал туарег и у меня динамка не выдержала и замела мне заводскую крышку металлическую после этого я стал выбирать между пластиковой и металлической по цене принципе выходило то же самое что металл купить загрунтовать и покрасить или купить пластиковую но уже в цвет первую крышку который я покупал есть видео оставлю первым закрепленном сообщение в описании под роликом и так она пришла я установил покатался через какое-то время у меня появились хлопины мне не ее заменили и вот эта крышка 2 я уже катаюсь год как сами знаете и мы по горам скачем то есть машина там прыгают никаких вопросов к этой крышке нет к сути видео очень много ребята комментариев вы мне пишите виталян что случилось с той крышкой лопнула не лопнула как она пережила зиму поэтому в этом видео я позвонил ребятам в авторитет пласт плюс это находится 400 по моему 50 километров от моего города и мы с вами сейчас поедем тольятти за 450 километров на производство покажу вам как все происходит вы своими глазами увидите и уже сами будете решать нужно вам такая крышка стоит ее ставить или не стоит по дороге ехал я по навигации по координатам где находится авторитет пласт плюс друзья ну что приехал я в город тольятти посмотреть своими глазами на производство пластиковых дверей дверь я заказывал год назад принципе проблем нету просто очень много комментариев виталий что у тебя произошло с этой дверью вот приехал специально на производство показать как эти двери делаются договорился с ними что я приеду сейчас с вами пройдем я вам полностью покажу цикл производства пластиковых задних дверей на автомобиль него данная деталь непосредственно формуется на станке из пластика толщиной три с половиной миллиметра после этого в таком состоянии попадает на сборку здесь делается масса отверстия обязательно цилиндрических и происходит под сбор данной детали и подготовка ее для установки во внутренней части стального каркаса который у нас идет по кругу верхней части и комплектации непосредственно закладными болтами и гайками после этого данная деталь передается у нас на спайку и происходит соединение так называемый процесс женитьбы между наружкой и внутрянкой данного изделия стальные усилители производятся на заводе изготовителей при помощи робота то есть это не ручное производство это полностью автоматизированный процесс который поступает к нам в виде вот таких вот комплектов как вы видите здесь уже ушки из более толстого материала специальные гайки которые мы проработали благодаря нашим потребителям и в целом все сварные швы проходят всю систему отдела технического контроля прежде чем поступать к нам сюда для комплектации задних дверей ладочи фидми 4 него после того как произведена сборка металлического каркаса и непосредственно внутренней части это передается дальше уже на процесс соединения с помощью ультразвуковой пайки соединяется внутренняя часть и соединяется наружу не часть методом ультра звуковой пайки как если правильно говорить с использованием ультразвуковой пайки потому что в основе идет еще специальный состав который соединяет плотно между собой толщины окна то она специально выбрана таким образом чтобы она позволяла установить сюда уплотнитель как на дорестайлинговых нивах с использованием вкладыш серебристого так и на более современных нив нивах урбан у которых нет уплотнителя специально так называемые лапши который идет цельный в общем вы можете посмотреть то что здесь место не толстая она соответствует получине практически металла чуть чуть больше но в процессе установки это не должно вам создавать каких-то больших проблем каждая дверь комплектуется специальным набором фурнитуры то есть здесь вот четыре гайки эриксона две шайбы специально изготовленные для нас и уплотнительная резинка для обшивки уплотнительная резинка нужно для того чтобы сам уплотнитель не стучал по пластиковому корпусу идет непосредственно специальная наклейка которая показывает где находится фурнитура вот и пишется о том что неокрашенную дверь нельзя эксплуатировать потому что обрез пластик он лучше себя ведет если он защищен от ультрафиолетового излучения после этого упаковывается непосредственно специальный мешок и в таком виде уже отправляется клиент то есть это специальная упаковка которая позволяет защитить от ударов и различных сколов и царапин нашими собственными работа упаковочной мышкой альтернативные детали это пластиковые ударопрочные крылья для автомобиля лада калина лада гранта лада ларгус лада приора chevrolet niva новые старого образца все это изготавливается также на нашем предприятии то есть это обрез пластика которая отличается ударопрочностью то есть на данные изделия производится различное давление то есть это неокрашенная деталь после этого изделия возвращается в исходное положение потому что пластик в отличие от металла имеет так называемую память и может вернуться в заданную плоскость все изделия тоже используем закладных и соединяются с использованием внутрозвуковой пальцы они идентичны и полностью повторяют металлические изделия но является более долговечными и самое главное они не ржавеют локажные боксы на крышу у нас производится как в тисненном варианте то есть формуется непосредственно в свете черный белый серый либо окрашивается для того чтобы их окрашивать формуется гладкая крышка и потом по технологии аэрографии идет выделение цвета и идет окраска сначала наносится базы черный цвет потом идет выделение красным цветом после этого все это дело блокируется и отправляется непосредственно на сборку то есть на комплектацию внутренних частей так называл так называемого днище в простонародье и после чего происходит тоже процесс же нить вы когда соединяется верх и низ данный бокс проходит тоже систему т.к. оборудоваться наклейками упаковывается и дальше его помещают в картонную защитную коробку бокса среднеразмерного универсального для любого типа автомобиля состоит из внутренней части и окрашенных прошел полимерную покраску это собирается комплектуется фурнитурой пластиковой который изготовлены по технологии ли всего имеет специальные флажки фиксирующие и предотвращающие внезапное открывание автобокса используется частично иностранная фурнитура частично российская имеются усилители для того чтобы автомобильный блок имел в нижней части более усилены это дело собирается сейчас произошло соединение верхней части и нижней части то есть бокс будет дальше отправлен на упаковку то есть проверен весь комплект фурнитуры сама система работы и далее автобокс уже пройдя систему опека отправляется на упаковку и так друзья у кого есть желание заказать переходим на сайт авторитет пласт плюс вот на примере давайте посмотрим дверь окрашенная ценник на данный момент 16 425 как я и говорил есть у них свой цех по окраске изделий окрашивают они грамотно мне понравился был в этом цеху принципе видел как это все делается далее вы можете посмотреть остальную перечень продукции здесь можно как вы видите и крылья выбрать и решетки посмотреть последние новости ребят краш тест как раз абс двери него который в начале ролик у меня был я брал у них с их не у сайта поэтому кого и желание переходите заказывайте